Сегодня мы идем в короткий поход по тропе вдоль реки Коксу. Популярный маршрут среди туристов и любителей рыбалки. Тропа на маршруте постоянно меняется, проходит через узкие горные участки, через широкие поймы, а местами даже нужно перелезать через сыпуху и завалы. Вода в Коксу чистая, холодная и с бирюзовым оттенком. Википедия сообщает, что длина Коксу около 60 километров. Когда между Узбекистаном, Казахстаном и Кыргызстаном не было границ, это был один из самых знаковых пеших туристических маршрутов. Один из его вариантов было от Бричмулы пройти вверх по Коксу до перевала Алям, перейти через перевал и спуститься в Кыргызстан, а дальше уже вниз по реке Читкал опять в Бричмуле. Проходился этот горный маршрут в среднем за 5-6 дней. Вообще конечно удивительно, что в Узбекистане для пеших туристов до сих пор не открыт еще ни один длинный горный маршрут. Что-то наподобие Колорадо Трейл США или Ликийской тропы на юго-западе Турции. Помимо того, что это в мире чрезвычайно затребованное направление активного отдыха, это же стимулирование местной экономики, это же создание дополнительных рабочих мест. Просто к примеру, по тропам Колорадо Трейл только официально. Ежегодно проходят полную дистанцию в 782 км около 500 человек. А по Ликийской тропе подсчет туристов вообще не ведется, ввиду их массовости. Представьте, как классно было бы провести весь свой отпуск в горах. Выходишь из Бричмулы, идешь вдоль Коксу или Читкала, в Кыргызстан, затем переходишь в Казахстан и возвращаешься в Узбекистан уже попским. Ну или в обратную сторону. А мы сегодня, похоже, пришли уже на место стоянки. И нам точно пора пить чай с шоколадками и плюшками. Мы сегодня пришли на Коксу, а именно вдоль реки Коксу. В данный момент мы сейчас находимся на точке конца, конечной точки. Сейчас у нас поляна, довольно-таки очень пейзажный вид. Чай, кофе у нас, отдых, обед, потом идем обратно. Маншруты довольно-таки своеобразные, потому что сама тропа очень необычна, то есть вы себя испытываете на выносливость и на продолжительность того, насколько у вас хватит. Очень экстремальный путь, до конечной точки очень долго идти. Есть некоторые подъемы, которые довольно-таки сложные. Также на Коксу у нас по реке именно из рыб имеется форель, то есть форель. Здесь есть также еще медведи, которые питаются этой форелью. Но, к сожалению, я по своему опыту не встречал медведей, и к счастью можно сказать. Поэтому сам маршрут к Коксу очень своеобразный и красивый. А вот вы в свой выходной день сидите просто дома, а мы будем ходить и снимать для вас интересные места и моменты. Ну пока! Субтитры сделал DimaTorzok